Всем привет! Меня зовут Люда, вы находитесь на YouTube-канале Blush Supreme, добро пожаловать! И в сегодняшнем видео я с вами хочу поделиться последними новостями о главных ньюзмейкеров за последнее время. И, конечно же, это Меган Маркл и Принц Гарри. Вообще, конечно, за последнее время они хорошенько так залегли на дно, и все меньше и меньше дают повода для обсуждения их персоны. Но если вы думаете, что они максимально прижали свои хвосты и сидят как мышки тихенько-спокойненько, то вы ошибаетесь, там все еще есть о чем поговорить. Так что наливаем чаек-кофеек, мохито, секс на пляже, шампанское вино и поехали! Итак, главная новость заключается в том, что Меган и Гарри уволили всех 15 сотрудников, которые работали в их офисе в Букингемском дворце. Вопрос остается открытым, успели ли эти сотрудники помочь Меган и Гарри ответить на все поздравительные крисмас-карточки, которые им прислали на Рождество и на Новый год. Потому что в Инстаграм мне уже многие показывали свой улов, и принцесса Анна, и королевы, естественно, кембриджские, уже активно отвечают на всю присланную корреспонденцию, точнее, до России уже доходят ответ. Мне, кстати, мой ответ тоже уже пришел от Кенсингтонских, от Кейт Миддлтон, принца Уильяма и всех их детей. Сзади написано тоже поздравление и спасибо. Вот в таком обычном конверте все это доставляется, но сзади написано Кенсингтонский дворец, и можно даже не открыв конверт понять, от кого это, собственно, поздравление. Но вот Меган и Гарри пока не ответили никому, точнее, я не видела пока этих ответов, никто из подписчиков мне этого не присылал. Я их тоже, кстати, поздравляла, и поздравляла тоже и королеву. Королева мне тоже пока ничего не ответила. Так что ждем, но вот Кембриджские, конечно, впереди планеты всей, они отвечают исправно и все. И, кстати, ребят, если вы хотите поздравить какую-либо чету королевскую с каким-нибудь праздником, пожалуйста, это здорово, это отличная идея, но не надо забрасывать мне сообщениями об их адресах. Это очень просто найти в интернете, просто погуглите адрес, как поздравить там королеву Елизавету, и вот прям первая ссылка, вы найдете адрес, это открытая информация. Чуть-чуть просто надо, ну, загуглить эту информацию, здесь вообще все очень-очень просто. Но идея классная, получать такие открытки у себя в почтовом ящике, это очень приятно. Ну так вот, возвращаясь обратно к увольнению офиса Меган и Гарри в Букингемском дворце, источники говорят, что, конечно, нет никакого смысла держать этот офис при отречении Меган и Гарри от королевских обязанностей. Собственно, все произошло, как и у принца Эндрю, он отрекся и тут же распустили офис, потому что этот офис уже, ну, не выполняет никаких функций, здесь все логично и понятно. Держать этот штат просто так никто не будет, работников вполне возможно наймут на какую-то другую работу, также при дворце, но абсолютно все сначала пройдут через увольнение, нормальное течение вещей. Но про офис Меган и Гарри говорят, что это особенные люди, они были очень лояльны паре, они выполняли свои функции максимально здорово, очень круто себя показали в Африке, и если это в принципе так, то им абсолютно точно найдут место при дворце, так что за них мы можем не переживать, если вдруг вы начали за них переживать. Помимо всего, никто абсолютно из-за работников не в обиде, они все очень любили Меган и Гарри, и все предполагали, что их уволят после того, как те отреклись от королевских обязанностей. Но не все точно так же лояльны к этой паре, как их бывшие сотрудники. Например, мой любимый Пирс Морган, который вообще, ну, ни в чем себе не отказывает и позволяет абсолютно любые высказывания в адрес Меган и Гарри, говорит именно то, что он думает, он недавно тоже высказался, и он, конечно, очень хлесткий в своих высказываниях, но я не могу с ним в очередной раз не согласиться. В общем, в своей статье Пирс Морган рассказал, как прошло недавнее мероприятие одного из самых крупных банков мира, JP Morgan Chase. Мероприятие, которое собрало огромное количество миллиардеров, миллионеров, и, собственно, Меган и Гарри тоже посетили это мероприятие. Во-первых, ходят такие увесистые слухи, естественно, официально никем это никогда не подтвердится, но поговаривают, что паре заплатили за посещение этого мероприятия от 500 тысяч до миллиона долларов. Непонятно, почему такой большой разброс цен, как говорится, но, в общем, зарплату какую-то им за это посещение выдали. Во-вторых, то, о чем говорил Гарри в своей речи, никто не понял, зачем он это сделал и зачем он об этом говорил. Давайте с одного раза догадаемся, о чем он говорил. Ну-ка, естественно, о том, как тяжело ему пришлось после смерти его матери, принцессы Дианы. Напоминаю, прошло 23 года, и принц Гарри уже вырос из 12-летнего мальчика, который шел за гробом принцессы Дианы на глазах у миллиарда телезрителей. Это было, конечно, ужасно, как это и подчеркивает сам Пирс Морган, но он уже вырос в очень серьезного молодого человека, и прошло 23 года с момента кончины принцессы Дианы. Он до сих пор говорит об этой теме и рассуждает о своем психологическом здоровье. Но самое главное, даже не этот факт поразил журналиста, и вы сейчас впоследствии поймете, что не только Пирса Моргана, поразил тот факт, что он говорил это не в фондах, не на телевидении, не с людьми, которые что-то решают. Он говорил это на мероприятии с миллионерами, с денежными мешками, скажем так, которым по большому счету до фени, что происходит с детьми, у которых умирают родители, что происходит с принцем Гарри. Поэтому его речь никто всерьез вообще не воспринимал там. Все ему очень жиденько поаплодировали. Пара села на свои места и буквально через 10-15 минут слиняла с этого мероприятия, поняв, что они там очень сильно опростоволосились. Подобные выступления принца Гарри вообще кажутся публике и журналистам лицемерными, какими-то неправдоподобными, что ли. В чем самое главное обвиняют пару? В том, что они пытаются заработать на смерти матери принца Гарри. То есть максимально зарабатывают на этой теме, при этом сохраняют самый несчастный и страдальческий вид. Кстати, на это мероприятие их доставили на частном самолете из Канады. В Канаде они живут в особняке за 14 миллионов долларов. Его им предоставил какой-то неназванный миллионер. Также они там живут бесплатно. И в Майами, это мероприятие проходило в Майами, в отеле Майами Бич. Очень такой фешенебельный отель. В Майами они жили также бесплатно в особняке Сирены Уильямс. Это хорошая подруга Меган Маркл. Так что как получить что-то бесплатно, эта парочка абсолютно точно знает. А вообще, если задуматься в целом, то экологичность бизнеса этого банка, мероприятие которого посетила пара, оставляет огромную тему для рассуждений. Это совсем не та компания, которая заботится о чем-либо другом, кроме как наживы, капитала и денег. И плюс они очень сильно вредят экологии. Экологии, о которой Меган и Гарри говорят, что так сильно заботятся. И тут самая главная проблема. Что бы они ни делали, ощущение, что слова это одна часть, а их поступки и действия это совершенно другая часть. Именно за это, за то, что их поступки не коррелируются с действиями, так и ругают принца Гарри и Меган Маркл. В общем, со своей пламенной речью они выступили на этом мероприятии. Конечно, как я сказала, из миллионеров и миллиардеров их никто не понял, потому что в подобных обществах и на таких мероприятиях вообще не принято обсуждать такие темы. Люди туда приходят зарабатывать деньги, знакомиться, обрастать новыми связями, про которые мы говорили в прошлом ролике. А обсуждать погибших матерей и психические какие-то проблемы здесь, естественно, не принято. Так что лицемерно себя ведет пара или нет, решать исключительно только вам. Кстати, напишите мне в комментариях свое мнение относительно вот этой речи принца Гарри. И вообще, в принципе, посещение подобных мероприятий такими личностями, как Сассекские, это правильно? Или надо обходить стороной таких толстосумов, которые не заработали себе хорошую репутацию в рамках экологии или помощи детей или еще что-то? Очень мне интересно послушать ваше мнение. Но не только, как я вам уже вначале сказала, британская пресса во главе с Пирсом Морганом ругает принца и его жену. Даже американская пресса и американцы начали что-то тут подозревать. Вино этому все это же мероприятие банка, и американские журналисты уже говорят, что за правильную цену Гарри и Меган готовы предать свои идеалы, готовы наступить свои песни на горло и, в принципе, как бы продаться за определенную сумму денег и посетить любое мероприятие. Там, будь то экологи или будь то нефтяники, которые вредят природе, кто угодно, кто девушку ужинает, тот ее и танцует, как говорится. Также говорят, что принцесса Диана, например, никогда бы себе такого не позволила, такого поведения. И Диану тут часто еще будут вспоминать, именно потому что Гарри сам ее часто упоминает и вспоминает. Так что на фоне принцессы Дианы и того, что она делала и как она поступала, они с женой выглядят не самым лучшим образом. И эти же американские журналисты вспоминают Гарри ту самую злополучную фразу, каждый раз, когда я слышу шелчок фотокамеры, каждый раз, когда я вижу вспышку, это возвращает меня прямо назад. Ну, то есть тогда, когда он потерял свою маму. И тут же, естественно, его обвиняют в двойных стандартах, мол, за правильную цену ты можешь забыть про эти вспышки фотокамер, насколько они травмируют твою тонкую душевную организацию. Но к приятным новостям, Меган и Гарри абсолютно точно посетят свадьбу принцессы Беатрис, точнее, то, что мы знаем на данный момент, к слову, свадьба принцессы Беатрис состоится 29 мая, она не будет публичной, там будет не очень много гостей, но тем не менее, состоится она уже в конце мая. Обсуждается, какая роль будет выделена Сассекским на свадьбе принцессы Беатрис, с которой они, кстати, очень дружны, но не стоит ожидать, что у них будет какая-то прям особенная роль, скорее всего, они просто появятся в качестве гостей, хотя инсайдеры говорят, что они к этому моменту могут так сильно разругаться со своими родственниками, что вообще не приедут в Лондон, потому что Лондон, Англия, для них теперь прям, ну прям тяжело им туда возвращаться, они не любят это место, потому что там их, как им кажется, не любят. Но, как бы им ни казалось, на этой свадьбе публика их очень сильно ждет, потому что на свадьбе принцессы Евгении они присутствовали, тогда Маган Маркл еще официально не рассказала о своей беременности, но все уже подозревали из-за ее вот этого пальто, которое скрывало живот, не дай бог там что-то кто-то заметит. Но, как говорят инсайдеры, вы помните, что вроде как она объявила о своей беременности семье на свадьбе принцессы Евгении, может быть и на свадьбе принцессы Беатрис они тоже что-нибудь такое выкинут, так что нам остается исключительно только ждать 29 мая, пусть свадьба будет не публичная, но мы увидим всех гостей, уверена, увидим в каких нарядах они будут, они уже будут в весенне-летних красивых ярких одеждах, скажем так, уверена, что ободки и шляпки там тоже будут во всей красе. Кстати, по поводу ободков, по поводу моих ободков, не забывайте в инстаграм заходите по хэштегу ободки блаж суприм, вы можете выбрать себе свой идеальнейший ободок на весну и на лето, эти ободки мы делаем сами в своей мастерской, за качество я отвечаю просто головой, за красоту, ну сами видите, какие они прекрасные, и я уверена, что они прекрасно дополнят любой ваш образ, и вы будете не хуже каких-то там роялс, скажем так, так что заходите в инстаграм, помимо ободков у меня еще там куча всего интересного, точно вам понравится, так что подписывайтесь. Но у кембриджских наших скучных красавцев тоже есть новости, в рамках их не такой не сильно яркой в новостном плане пары эта новость достаточно серьезная, они решили уйти в незапланированный отпуск всего на недельку, но тем не менее, это связано с тем, что из-за огромного количества работы и королевских обязанностей, они практически не проводят свободное время со своими детьми. И Кейт даже говорит о том, что у нее развивается комплекс неполноценной матери, скажем так, она постоянно чувствует свою материнскую вину в том, что она совсем не проводит время с детьми, и в их детстве, получается, нет матери, так что они хотят наверстать упущенное за эту маленькую недельку, ну вот, собственно, как говорит Лебедев, ушли в отпуск и ушли. Про очередной развод в семье Виндзоров вы, наверное, уже слышали, сын принцессы Анны, это единственная дочь королевы Елизаветы, родная сестра принца Чарльза, принца Эндрию, принца Эдварда, кстати, про нее у меня есть просто шикарнейший ролик, вся абсолютная информация там собрана. Так вот, сын принцессы Анны разводится со своей женой после 12 лет брака, и точнее, если быть более точным, его жена подала на развод. И кто спровоцировал этот развод? Ну-ка, догадаетесь ли вы с трех раз? Я бы догадалась с одного раза. Естественно, поведение Меган и Гарри спровоцировало девушку на то, чтобы развестись со своим роял-супругом. Она увидела, как это жить на свободе, и решила тоже сбросить с себя оковы этих семейных роял непонятных ус. Но бедный Питер Филлипс вообще не понимает, почему это произошло. Он считал, что у него образцово-показательный брак, но тем не менее супруга с ним разводится и уезжает куда? Естественно, в Канаду. Бедная Канада, мне кажется, скоро начнет распухать от количества королевских особ на квадратный метр. Ну, а в остальном, я думаю, что на этом я буду заканчивать. Вот такие вот у нас получились сегодня новости, такой получился апдейт. Очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Я заслужила ваш лайк, ваш комментарий. Не забывайте про инстаграм, не забывайте про колокольчик, который надо нажать, если вы подписались на мой канал. И если вы этого не сделали, то, естественно, это необходимо просто сделать. И еще хотела бы вам сказать, что для ютюба очень важно, чтобы моя аудитория была активной. Я не жалуюсь, но я уверена, вы можете быть еще более активными в комментариях, ставить лайки и так далее, и так далее. Это нужно для того, чтобы платформа видела, насколько мы с вами живые и продвигала мой канал самостоятельно. А чем быстрее мой канал будет продвигаться, тем, возможно, больше роликов будет в неделю. Вы же так меня об этом просите. Поэтому давайте поднажмем, будем более активными. Но в любом случае, я хочу вам сказать спасибо за сегодняшнее проведенное время вместе со мной. Мы с вами обязательно увидимся в следующих видео в следующую среду. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok